МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всем привет! С вами Надежда Коршунова. И сегодня я покажу вам, как заплести на себе косу из пяти прядей. Это отличный вариант прически, который подойдет на каждый день. Для этого нам понадобится расческа, любая, которой вы привыкли пользоваться, и несколько силиконовых резиночек. Для этого хорошенечко расчешите ваши волосы и определитесь, на какую сторону будете плести. У меня это будет левая сторона. Выделяем небольшую прядь, волос, и делим ее на три части. Первым шагом мы начинаем плести обычный колосок, помещая крайние прядки на соседнюю. Левую на соседнюю и правую на соседнюю. Начинаем работать с той стороны, где у нас две пряди. В моем случае это левая. Между этими прядками мы должны добавить еще одну. Убираем эту, крайнюю, и на ее место добавляем новую из свободной части волос. Слева добавили, теперь добавляем одну прядь справа. Убираем крайнюю, на ее место добавляем прядь волос и свободную часть. И возвращаем прядочку обратно. Крайнюю правую под соседнюю и на следующую. Продолжаем плетение в таком же порядке. Крайнюю прядку под соседнюю добавляем к ней подхват. Но добавляем не маленькую прядочку до косы, а полностью проводим пальчиком до нашей косички. И всю эту широкую прядь плетаем. Для того, чтобы коса красиво лежала у вас на плече, вы перекидываете волосы наперед и плетете уже изнаночную сторону, чередуя прядки наоборот, на и под. Крайнюю левую на соседнюю и под следующую. С правой стороны крайнюю правую на соседнюю и под следующую. Продолжаем плететь косу до конца. Кончик нашей косички мы фиксируем резиночкой. Фиксируем не сильно плотно, чтобы можно было добавить объема косе. Самая большая ошибка является то, что когда вы доплели косу до конца, вы пытаетесь ее начать распускать сверху. Этого делать ни в коем случае нельзя. Мы ставим пальчики как бы в середину вниз нашей прядки. И добавляем ей объема. Центр вашей косички старайтесь оставлять нетронутым. Это увеличит прочность вашей косы до двух дней. После того, как вы заплели косу и добавили ей объема, можно воспользоваться вспомогательным зеркалом и подправить, если где-то что-то не так. На этом наше плетение готово. До встречи в следующих выпусках. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова